Ночной сеанс с Ренатой Литвиновой Год 2001. Мир потрясен чудовищным терактом 11 сентября в США. В России поднята затонувшая подводная лодка «Курск». Международному трибуналу в Гааге выдан бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич. Затоплена пилотируемая орбитальная космическая станция «Мир». Распался союз самой благополучной пары Голливуда Николь Кидман и Тома Круза. Главным литературным героем года стал Гарри Поттер. Главный приз Каннского фестиваля «Золотого льва» за лучшую режиссуру разделили Дэвид Линч за Ленку Молхоуэнд-Драйв и братья Коэны за фильм «Человек, которого не было». Я счастлива представить сегодня у нас в гостях буквально самая успешная женщина-писательница, которая пишет детективы. Или женщина-писатель Полина Дашкова. Смотри, как странно, почему не писательница? Спасибо, Ленаточка. Меня суффикс совершенно никак не беспокоит. Кому как нравится. Главное, не детективщица. Я вас так не назвала. Вы так не назовете. Потому что я всегда, да... Вы выбираете красивые слова. Это что-то снисходительное. Я это, кстати, никогда не терплю. Что это такое? Да. Снисхождение? Да, с чьей страны непонятно. Да. Мы сегодня не будем обсуждать, между прочим. Я даже не знаю, или это чистый фильм-нуар, на ваш взгляд, или это все-таки такой... Это и ироничный фильм-нуар, но на самом деле я считаю, что это один из самых замечательных фильмов, но, к сожалению, один из последних удач потрясающего режиссерского тандема, режиссерского-продюсерского братья Коэны. Человек, которого не было. Вот вы считаете, что там была ирония? Там, безусловно, была ирония, но она растаяла. Она растаяла в безысходности самой истории. Это же абсолютно камил посторонний. То есть это совсем дистанциальная история, никакой не триллер. Да, он, к сожалению, ничего не собрал в прокате. Такой не триллер. И это понятно. Потому что закон жанра предполагает то, что массовый зритель не прощает. Там никто никого не любит, никто никому не нужен. Там действительно человек, который, родившись в этот мир, не проснулся, а мир вокруг него потрясающий, потому что Америка с 49-го года, вообще вот этот период Америки после Второй мировой войны, эстетические, стилистические... Это просто наслаждение для глаз. Это наслаждение для глаз. Можно просто наслаждаться оператором. Да, там не важно, о чем. Вот эти эпизодики гениальные. Вот первое появление этого жулика с париком, мальчики с этими прическами в том стиле, с поднятыми челками. Эти кадры полуночные, где вот это вот свет и тени. Сейчас же так не снимают операторы. Сейчас так не снимают, да. Потому что на это нужно время, выставлять кадр, для этого нужно всякие приспособления, и на это никто не хочет краситься. Если зритель идет на триллер, то ему важно, прежде всего, о чем. А как, это уже вторично. Дорогие зрители, но обратите внимание, как. В конце концов, после 12-ти можно себе такое позволить смотреться. Да, то есть этот фильм можно смотреть просто абсолютно с таких вот отрешенных эстетических позиций, ни в коем случае не ассоциируя себя с персонажем, что бывает довольно часто. Ирония там потрясающая, вот особенно эта сцена гениальная итальянское семейство. Этот праздник, поедание черничного торта, ртами, катание на свинье, это просто, это совершенно гениально. И два вот этих персонажа. Первый жулик с химчисткой и второй адвокат, который живет в лучшей гостинице, который бесконечно ест в ресторане вот с жадностью. Это такие характеристики, это настолько сегодняшний характер. Ужасно типично, какие-то выстроенные образы у товарища Пкоинов. Да. И кто-то их так же... Это вот люди вот здесь и сейчас живущие вот у нас прямо в России. То есть это такие уже потомки остапов-бендеров, но без остаповского благородства. А я много встречала людей, которым нужно вот совсем чуть-чуть, чтобы купить какую-то химчистку или еще что-то. Вот какие-то такие вот... Они на улице, они нас окружают каждый день. И вот это, опять же, абсолютно дистанциальная ситуация. Этот странный главный герой, который все время курит. Выдающийся работой, между прочим, Вилья Боба. Да. Который вообще ни оттуда, ни откуда, и непонятно откуда. Человек, который каждый раз пытается проснуться в этом мире. В этом роскошном, между прочим, мире. А хотели бы вы, чтобы вот ваше произведение сняли вот в такой манере? Или бы это убило бы ваш текст? Нет, я думаю, что нет, такая манера текста бы не убила, наоборот. Мой текст как раз бы там бы задышал как-то вот по-другому. То есть вы когда пишете, вы себе представляете картинку, как это... Как же, конечно. И вот какая идеальная картинка? Вот, ой, ну, подходит вот эта... Для каждого романа по-разному, что это за роман, где... Какие там у них лица, у этих женщин, они красивые? Или наоборот, вот такие вот, как в фильме «Братьев Коинов», она же некрасивая, эта женщина? А, по-моему, она очень красивая. Она местами, она... Она, да, она вот, ну, не классическая красотка, как какая-нибудь, не Мэй Уэйс, не Мэрлин Монро. Там это ни к чему, там Мэрлин Монро, может, на стенке висит. А действуют там совсем другие персонажи. Ну, а вы когда, ну, запускаете свои проекты, вы настаиваете на том, чтобы вы выбирали актеров? Ну, во-первых, я не запускаю никаких проектов. Ну, если вы отдаёте... Если я продаю, если я продаю право на экранизацию, эта беда со мной случилась дважды. Первый раз это была просто катастрофа, потому что... То мы можем не уточнять. Пропродала другой студии, и я потеряла какие бы то ни было права на влияние вот на сам процесс, и там всё убирали. Ну, это было первый раз, вы были невинны. Да. Как в настоящих фильмах, нуар фильма. Второй раз было уже всё помягче. Там ставились какие-то творческие задачи, помимо коммерческих, вот, съёмочной группы, продюсерами. Но там тоже получился не самый уточный вариант, хотя это то, за что не стыдно. Но там я ни на что не могла влиять. Вот сейчас... Фу-фу-фу, не знаю, боюсь. У вас ещё третий опыт. Ну, а сценарий, и я добилась того, что в договоре обозначено, что я имею право выбирать режиссёра. И имею право влета, да, на главных актёров. Не знаю, что получится, боюсь даже об этом говорить. Ну, я вам желаю всяческих успехов. Спасибо. Потому что крайне важно, какой будет актёр в кадре, крайне важно, какой будет режиссёр. Самый главный – это режиссёр, кстати. Ну, потому что, если режиссёр ошибается с актрисой или с актёром, это тоже 90% права. Это тоже беда. Да, к сожалению, это так. Это тоже беда, да. Ну, в данном случае режиссёр снимает свою жену, совершенно выдающуюся роль. Она уже получила Оскар в прошлой картине, вот эта актриса, которая играет жену. Она уже получила Оскар за роль женщины-полицейского. Она там была всё время беременная в том фильме. И она потом вообще снимается чуть ли не в блокбастерах, правда, не в главных ролях. Но это очень успешная, выдающаяся актриса. Но это яркая актриса, да. Да, и, в принципе, и снизу толстая. Я уже взглядела её. И, в общем, такая она как бы нетипичная, красавкая. Это не важно. Она очень живая. Ну, я просто пытаюсь вселить надежду, может быть, в каких-то других актёров, актрис, которые, может быть, не столь красивые. И, с другой стороны, я хочу приманить как-то зрителей посмотреть на... Вот когда мне говорила Кира Маратова, что кино – это роскошь. Вот мы сейчас имеем дело с абсолютной роскошью. Да. То есть нельзя сказать, что она вам как-то жизненно необходима, что вы без неё не переживёте. Но это просто вот именно вот то, что составит какие-то, я не знаю, бриллианты в вашей душе. Вы можете там принарядить или какой-то ваш банковский счёт душевный пополнится. Если вы посмотрите всю эту картину... Лично она мне приносит просто наслаждение. Смотрите её даже частями. Смотрите её какими-то фрагментами. Как раз именно частями она и хороша. Как подозирована. Да. Потому что она столь прекрасна и столь изысканна, снята, в неё вложено столько каких-то сил, таких вот именно... Эстетических. Эстетических, да. Нельзя сказать, что ставила задачу снять коммерческий триллер. Это, конечно, триллер, это детектив, но она одновременно очень смешной. Ну, как-то по-особенному. Ну, не очень смешной. Мне было очень смешно в некоторых моментах. Когда ещё вмешались туда инопланетяне. Когда инопланетяне. И когда это замечательное эго с застывшим, окаменевшим лицом, вот это гениальный образ. Нужно принять условия игры, заданные в этом фильме, и с самого начала понимать, не ждать этого триллера. Не ждать жёсткого, чёткого детективного каркаса с мотивациями, с какими-то... Нет, это такое интеллектуальное упражнение смотреть этот фильм. Да, поэтому... Для меня для глаза, мне кажется, для каких-то своих... Даже для своих амбиций. Посмотреть эту картину. И что-то в ней понять. Что-то в ней понять. Почувствовать для себя. И, наконец, почувствовать себя каким-то интеллектуалом после 12-ти. Ну да, почувствовать человека, который смотрит чёрно-белый фильм, братьев. Пересчитавшим Камю. Вот. Можно после этого фильма совершенно спокойно сказать, что я перечитываю... На завтра какую-нибудь фразу, какую-нибудь непростой себе девушке. Посмотрела я вчера этот картин, хочется мне сказать вот что. Мне кажется, вот это вот даже ради этого. Даже ради этого. Можно призвать зрителя пожертвовать своим сном. Да, пожертвовать своим временем и простить вот то, что там никто никого не любит, и то, что там никто никому не нужен, там нету положительных героев. Там, пожалуй, нет, там есть один положительный герой. Это фактура. Это мир, в котором вот всё это происходит, а герой, он не видит ничего вокруг. Настоящие эстетские шедевры мы будем иметь дело с этой картиной. Я её с удовольствием пересмотрю ещё раз. Я страшно опечалена, что я не будешь не снимать таких картин. То есть, в общем, это штучная история. Ну, а кто знает, может быть, будут ещё какие-то... Они, да, расцветут опять новыми бутонами на их кусте, что-то ещё раз раскроется. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Не знаю, может быть, вас как-то вдохновит на какие-то новые прорывы в вашем жале. Ну, посвенным образом, может быть, что-то так вот, как-то так. Не знаю. Спасибо, что вы пришли. Спасибо у вас. Желаю вам успехов. Спасибо. Сюжет фильма «Человек, которого не было» братьям Коэном навеял плакат 40-х годов с рекламой модных стрижек. Глядя на него, они придумали историю парикмахера, который впутался в сложную интригу. Фильм был задуман как стилизация под классику киножанра нуар. Коэны снабдили свою картину множеством цитат из знаменитых фильмов так называемой «Чёрной серии». Имя адвоката Ридденшнайдера дублирует имя героя из «Асфальтовых джунглей» Джона Хьюстона. Гадалка, говорящая с европейским акцентом, похожа на Марлен Дитрих из классического фильма «Нуар. Печать зла». Сыгравший главного героя Билли Боб Торнтон, подражал персонажем Хемфри Богорта. Кстати, Торнтон согласился сниматься у Коллинов ещё до того, как прочитал сценарий. Фильм «Человек, которого не было» получил номинации на премию «Золотой глобус» за сценарий, главную мужскую роль и лучшую драматическую ленту. А оператор фильма Роджер Диккенс был номинирован на премию «Оскар».